Всем здравствуйте! Вы находитесь на парфюмерном канале S-Buket. Меня зовут Юлия, я основательница парфюмерной студии в Санкт-Петербурге и этого канала. Как вы уже догадались, этот канал посвящен ароматам. Здесь я рассказываю о нишевой парфюмерии, которая привлекла мое внимание, а также о некоторых ароматах из люкса. И, конечно же, я приоткрываю завесы тайны парфюмерного искусства, а иногда я даже вместе с вами создаю ароматы. Если вы любите парфюмерию, вы являетесь парфюманьяком или просто интересуетесь ароматами, тогда этот канал для вас. Сегодня на обзор я подготовила очень интересный аромат. Это нишевый бренд марка Антуан Баруа, но во Франции он известен больше как кутюрный дом для мужчин, где создаются потрясающие красивые костюмы. Этот аромат у меня не случайно, потому как именно этот аромат, созданный одним из самых популярных и успешных парфюмеров современности Квентином Вишем, выиграл аж целых три парфюмерной премии, получил признание в разных странах. И этот аромат называется ганимет. Итак, давайте поближе рассмотрим упаковку. Обожаю красивые упаковки ароматов. Вот так выглядит коробка. Синяя коробка с надписями о том, что лежит в основе этого аромата. Красивый синий цвет, как цвет элегантного костюма. И ощущение от коробки создается, что это ткань. Ткань красивого мужского костюма. Итак, что мы ожидаем в аромате ганимет. Это фантазия на тему счастливой жизни в 21 веке. Аромат предлагает вам новую элегантность, флюиды, остановить мгновение. Это микс свежего яркого мандарина, замши, древесных нот и специй на подложке из цветов бессмертника. Очень интересное сочетание замши и бессмертника. Бессмертник, вы, наверное, знаете, как звучит в природе. И он немного напоминает алкогольные настойки, где-то коньяк. Очень приятный, мощный, глубокий аромат, если брать его в абсолюте. Элегантный флакон с золотом. Сейчас покажу поближе. Здесь 100 миллилитров. Очень красивый флакон, симметричный, с логотипом. И мне очень нравится, что здесь не наклейка золотая на флаконе, а именно покрашен флакон на фабрике. Это очень приятно. Стильно, лаконично, элегантно то, что я могу сказать об этом флаконе. Ну что, давайте приступим к тестированию этого аромата. Очень интересно, что хранит формула аромата, которая так полюбилась не только мужчинам, но и девушкам. Раскрывается цитрусовыми нотами мандарина в сочетании с амбровыми нотами, которые звучат таким соленым минеральным аспектом. Также достаточно ярко здесь присутствует звучание шафрана. При этом здесь шафран не такой, как в Бакара Руш 540 от Мизон Франциско Ургджан. Здесь все достаточно сглажено, потому что здесь я слышу шафрановую молекулу и замшевую молекулу. Я бы назвала эту молекулу Сьюдираль. Те девушки и молодые люди, которые были у меня на мастер-классе по созданию ароматов в студии Эсбуке, знают, как отдельно пахнет, звучит нота замши. И здесь явно слышен аромат Абсолюта Бессмертника. Сочетается с пудровыми нотами. Пудровые ноты в парфюмерии, как правило, идут от фиалки или ириса, которые создают вот эту мягкую, теплую, косметичную пудровость. Немного слышу здесь акценты иланг-иланга. Иланг-иланг и ирис очень часто создают вот этот пудровый красивый аккорд. Это очень приятный аромат, который я бы носила в офис с костюмом, с рубашкой. Это, безусловно, потрясающий аромат для мужчин. Не могу сказать, что это однозначно мужской аромат, потому что на мне этот аромат раскрывается очень нежно. А, как вы знаете, я обожаю замшевые кожаные ноты. Что мне здесь нравится, что здесь я не слышу классических цветов. Это такое сочетание пудры ириса, фиалки и сладостных, немного коньячно-табачных нот, которые для меня дают натуральный Абсолют цветов бессмертника. Шафран достаточно ярко раскрывается в сердце аромата. Далее внизу слышу поддержку еще нот кожаных, таких достаточно приятных. То есть, здесь кожа не дегтярная, как такие мужские русские сапоги. Здесь она очень элегантная. Далее в продолжении кожаного аккорда слышу касториум. Это струя бобра, которая многим звучит кожей, а некоторым людям звучит краской гуашь. Такой достаточно теплый, сладковатый, приятный аромат. Но не пугайтесь фразу струя бобра. Здесь использованы синтетические молекулы, и поэтому ни один бобер не пострадал при создании аромата ганимет. В этом аромате также слышу присутствие персиковых нот. Сочетание персиковых нот и замши очень часто маркетологи в пирамиду обозначают как османтус. Натуральный же османтус звучит немного иначе, но то сочетание, которое я слышу здесь мне нравится. Я бы назвала этот аромат минерально сухой, уходовый. Сочетание османтусового аккорда. Османтус это такое дерево восточное, которое при цветении своими цветами распространяет невероятно прекрасный персиковый и немного замшевый аромат. Сочетание аккорда османтуса и пудровых нот очень красиво на мой вкус ложится на кожу. Это элегантный, статусный, немного игривый в начале аромат. Он теплый, современный, минеральный. Слышу о наличии пачули в этом аромате. Немного кашмирана, что придает яркость композиции. Обязательно молекула 0,1 амбровая, это изоисупер. Амброксан, это синтетическая молекула, которая напоминает натуральную амбру. Именно она дает такой минеральный яркий шлейф. Я понимаю, почему девушкам понравился этот аромат наравне с мужчинами, потому что здесь не традиционные цветы в аромате использованы. Здесь нет ярких роз, пионов, ландышей, магнолии. Здесь есть такой теплый, обволакивающий, алкогольный, немного даже табачный аромат абсолюта цветов бессмертника в сочетании с пудровым аккордом и яркостью, персиковым теплом и шершавостью османтусом. Очень интересная, на мой взгляд, композиция, и я понимаю, почему она получила столько наград, потому как сочетание аккордов, которые использованы в ганимеде, оно действительно нетривиальное. Мы не так часто встретим сочетание бессмертника и османтуса с нотами замши, кожи и минеральными нотами. Искренне рекомендую познакомиться с ганимедом поближе и протестировать на собственной коже. А для этого я рекомендую приобрести отливанты или приходите к нам в студию слушать ганимед и создавать свои собственные ароматы. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Поделитесь со мной, понравился ли вам этот аромат, если вы уже с ним знакомы. И, конечно, до новых парфюмерных встреч. Пока-пока!